Вне сомнений, я из тех людей, которые выступают за адекватную оценку в истории. Не могут историю писать палачи. Вне сомнений, если мы хотим двигаться в новую Россию, нам надо дать оценку тому, что происходило. Надо дать оценку перевороту 1917 года, большевизму, коллективизации, военному коммунизму, продразвездкам, голодомору и так далее, и так далее. Без этого невозможно двигаться вперед. Я выступаю как координатор за вынос Ленина из Мавзолея. Я выступаю за суд над Лениным Троцким и его большевистской командой. Я выступаю за суд над большевизмом. К сожалению, сегодняшняя власть за 20 лет своей деятельности не предложила нам ничего нового, никакой идеи. Поэтому у них вакуум. Они с одной стороны мечутся между Прохановым и Кургиняном, своим неосталинизмом, а с другой стороны пытаются выдумать что-то свое, но у них плохо получается. То есть идеи нет. Из-за этого все проблемы. Но тем не менее, если вы хотите выстраивать диалог со всеми соседями и государствами, то надо адекватно оценивать историю. Что не хотят поляки считать, или там поебалты, Красную Армию и большевизм светлой историей, своей страницей. Ну не хотят. Ну не хотят поляки признавать справедливым расстрел польских офицеров под Катынью. Ничего там страшного нет. Все совершали ошибки. И русский народ пострадал от них больше всего, от власти большевиков. Поэтому, когда я беседую, например, с украинскими коллегами, которые каждый раз мне говорят, а вот у нас был Голодомор, я такой, ну извините, посмотрите на статистику, русские пострадали от этой власти еще больше. И посмотрите список тех, кто был тогда у власти, там русских нету и близко. А соответственно, давайте адекватно давать оценку, что от Голодоморов и подразвездок страдали как русские, украинцы, так и все другие коренные народы России. Но оценку надо давать, иначе мы дальше никуда не пойдем, не подвигаемся.